что выезжаем с этого с парома но уже почти последнее мы чуть засиделись немного но вроде все готовы поехали все надо опять сюда заворачивать на следующий этаж самый низ нас закинули ооо ооо донца чуть не доездился уже чуть не до газовался что все вроде вылетаем о блин про буксовый даже немножко к скудал да немцы сейчас подскажут куда ехать а и вот по этой дорожке видно выезжать надо туда куда на но сейчас честно говоря ребятам свободнее рюкзак рюкзак я скинул запаковал заднюю сумку так сейчас как-то мне свободнее сидеть на плечах когда ничего нету по времени конечно мы опаздываем на хороших полтора часа наверное задержался наш паром как бы до 11 должны быть в астердаме у нас максимум что нас ждут наши апартаменты будем пробовать успеть эти 500 чем-то километра 540 по моему километров так сейчас придется по прием по трате не знаю сколько там спросили у немца сказал по автобаму в принципе нету там а прибой масса какого-то но ограничение можете ехать сколько хотите говорит только где знаки будут специальные где уменьшить скорость так тогда горит скидывайте скорость потому что штрафы как бы не маленькие все выезжаем экзит все поехали тогда кто донца 1 ездит тогда ну что ребята мы в германии поехали кататься правда дождь начинается от папа вот это прикол не ожидали не хватало нам еще и дождик а чтобы валил немного нас помочил блин а я хотел покрышку поменять новую поставить так и не поменял думаю ладно съезжу германию немного сотру по автобамом и поставлю уже новую тогда если будет мокрая дорога тяжело будет сильно нагружать нельзя с газов ну вот и мы и приехали уже не знаем куда ехать да где там у нас гамбург собрались ребята с бумажка у нас навигация ну посмотрим как сейчас мы доберемся ну вот и все мы в городе ну вот и все мы в городе и Ну и что, Паша, до Голландии мы не доехали. Прокружили, наверное, 300 км, блядь, зря. План наш не удался, короче. Ехали без навигащена. А сейчас вот такой байер, короче, прикрепили, блядь. Телефон. Паша берет, Паша берет в свои руки всю эту тему навигационную, чтобы доехать сегодня до Голландии, чтобы 300 км по кругу не ездить, по автобалам, покататься. Так что, ладно, собираемся. Остановились в гостинице вот этой по прямой, вот такая интересная. Все позавтракали, посушили одежду. Вчера вообще дождь был большой. Промокли конкретно полностью. Еле-еле нашли место, где переночевать. Блин, а вся одежда еще мокрая. Ну ладно, высохнем по дороге, как-нибудь поедем. Надеюсь, что высохнет все. Пашка навигацию проверит сейчас. Взял, дал телефон ему. На скотч приклеили. Простую гуглимап с ключем, которая нас должна довезти. Я думаю, должна нормально. В путь. Нам еще 400 км сейчас показывает по навигации 4 часа ехать. По побережью поедем самому. Нормально? Функционирует? Нет, что-то показывает? Ну так выезжай на дорогу, должна показывать. Дольфа так, короче, зажигание включает. О, нормально все. Навигацию прикрепил туда. Сумочку целую. Еще поездка с приключениями. Ну вот мы в Амстердаме уже. Сейчас ищем наше жилье. Прокрутили сегодня 400 км с самого утра. А вот как красиво здесь возле залива у нас тут. Опа-па. Какая улочка классная. Это где-то жилье наше здесь. Сейчас ищем уже. Нам как искать жилье, постоянно дождь. Здесь вчера вечером дождь шел, ливень. Полностью мокрые, до ниточки были. И сейчас приехали на место. И опять дождь начался. Сейчас ищем дом, наверное. Какой там номер, не знаю. Сейчас ребята посмотрят. Ну что, приехали на место. Сейчас покажем, где находимся. Вот это лиц нашего жилья. Это канал. Сейчас вам покажем. Это дворик. Это наш дворик. Хозяйка. Вот это вот наше помещение. В принципе. Сейчас покажу, какое здесь помещение. Здесь ночлег на четверых. Что-то кухня есть. Микроволновка. И четыре места спальных. Так, что там с туалетом? Туалетом, туалетом. Туалет. И душевая сделала. Ну все мини так сделано вообще. Домики мини. Шкаф, телевизор небольшой. Родится окна. Ну интересно так, короче. Интересно на канале, говорит, купаться можно, не проблема. Я думаю, больше рыбу половил бы. Вот такой канальчик. Сразу лодки стоят, пришвартованные. Сел и поплыл. Вот так люди на воде живут. В натуре никогда не был. Все время по телевизору видела, часами. Приехали сюда. И увидели. Своими глазами. Поживем пару дней здесь. Что выбрались в город мы? Идем на прогулочку. Опа. Идем погуляем, короче, по старому городу, да? Кофешопов? Нет, лодочный шок. Что самое большее заметили? Что здесь самое много? Кофешопов, да? Много разных. Кексов продают каких-то. Траву разную. Какие-то понятные. Да. Какие-то. Сейчас посмотрим, можем зайдем. Интересно снимать, можно в них или нет? Я посмотрел. Мне кажется, это как в этом. В красных пырях нельзя. А тут можно? Здесь я видел только что мороженое было. Этот, короче, ну, зачеркнуто. Ну, с мороженым разу нельзя. Сейчас какой-нибудь зайдем, покажем там немножко. Про зелень какую-нибудь. Разные грибы, траву. Какую выращивают они здесь? Блин, народу много вообще. Тепло вроде, 6 часов. Людей много очень, да? И суббота вроде, как бы все на природу должны ехать, да? Как бы по-нашему. А тут люди в городе трутся. Туристы у нас много. Да, по идее туристов будет много. Сейчас покажем, сколько здесь. Кстати, по велосипедным дорожкам лучше не ходить. Вот по таким вот красным. Так как по ним еще мотороллеры ездить, им здесь можно. На мотороллерах катается. Велосипедов много. Так что будут злиться или сбить даже могут. Так что Лучше обходить. Быть очень бдительным. Чтоб никто не наехал, не сбил. Куда мы идем? В какую сторону? Не знаю. Уже и кончится? Бульдог Кофишоп. Бульдог Кофишоп? Ну давай идем. О, бульдог. Сейчас покажем. Нашли, что мы. Куда мы двигаемся? Вообще движняк. Во все стороны. Ну ты, короче, в сторону нет. О, как зайки сняли. О, за бульдог Кофишоп. Блин, а запах какой. Вот такие магазины. Догадались, наверное, что. Паша, решили зайти, да?